Добрый день дорогие зрители и подписчики канала Уральского Сальба Теплицы. Сегодня мы вам расскажем о цехе полимерно-порошковой покраски компании Уральского Сальба Полимер. И в этом ролике мы с вами подробно рассмотрим этапы полимерно-порошковой покраски от приемки до выдачи заказчику. Вот так происходит механическая очистка, подготовка к покраске. Механические шпотеры с помощью сливмашинки зачищаем. Как вы видите, механическая обработка произведена, и теперь мы расскажем о ней. Препорительная обработка изделий – это самый продолжительный и продаемкий процесс, которому иногда не уделяют нужного внимания, в то время как от него зависит стойкость, качество и эластичность покрытия. Подготовка поверхностных процессов покраски включает в себя удаление каких-либо загрязнений механическим способом. Это и движение у них в целях повышения акдезии, а так и вращение металла от коррозии. Очистка обрабатываемой поверхности осуществляется механическим и химическим способом. Первое – это механическая очистка применяется в стальные щетки, шеи в машинке, а также в губальной киске. Второе – это обезжиривание против очистки смолченной обрабатываемой ткани. Она осуществляется с использованием кислотных щелочных, щелочных или нейтральных веществ и растворителей, которые подбираются в зависимости от степени загрязнения материала, на размеры и по обрабатываемой поверхности, а также в других факторах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вторая часть – это нанесение порошковой краски на поверхность. Когда поворительная выводка закончена, окрашиваемый предмет помещается в камеру упыления, где на него непосредственно выносится порошковая краска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда краска уже нанесена на изделие, его направляют на следующую стадию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Говоря простым языком, такая печь – своеобразный сушительный шкаф, имеющий электронную начинку. С помощью блока управления есть возможность контролировать температурный режим камеры и время окрашивать, настраивать автоматическое отключение по окончании процесса. Источником энергии для печи полимонизации является электричество. Разделяют горизонтальные, вертикальные, проходные и тупиковые, одно и многоходовые печи. Облавление полимонизации происходит при температуре 150-220 градусов. На протяжении 15-30 минут, в результате чего, образуется пленка, то есть порошковая краска полимонизируется. Главное требование, которое предъявляется камерам полимонизации, заключается в постоянном поддержании заданной температуры для равномерного прогрева окрасываемой изделия. Необходимый режим для формирования покрытия подбирается с учетом особенностей изделия для порошковой краски и потечи. Ждем сколько? Минут сорок. Ждем сорок минут. Печь находится в режиме, набирает температуру, прошло примерно 10 минут. Вот такую температуру на датчиках показывается. Готовое изделие вышли из печи. Далее, панол, печатается в стречку и в готовом месте отправляется заказчику. Преимущество полименно-порошковой окраски – это современная технология обработки металлических конструкций с целью обеспечения защитного декоративного покрытия с выбором цвета по каталогу «Урал». Происходит погрузка для последующей транспортировки на склад «Теплиц». Свои фирменные «Газели», как мы видим. Машина загружена нашей фирменной «Теплицами». Поехала на разгрузку в другой цех. Машина приехала на склад. Происходит разгрузка готовой продукции. Потом будет происходить загрузка. Вот готовые покраски. Все отверстия просверлены, как мы видим, для крепления поликарбоната. Зачищено. Все чистые. Спасибо за внимание. Не забываем писать комментарии, ставить лайки и задавать вопросы. Делиться своими советами. Подписываемся на наш канал «Уральская усадьба Теплицы». Если Вы хотите более подробно ознакомиться с нашей передовой продукцией, услугами по полимерно-порошковой покраске, то посетите наш сайт. Уральская усадьба.рф Либо наберите по телефону 521-12-67. Спасибо. 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 Спасибо.